Он посвятил жизнь служению Богу. Бабушка, она всплакнула, потому что я думал, что понянчу внуков от него. Потомственный дворянин в церковном одеянии. Я его никогда не видел, кстати, в светской одежде. Создал экзархат и митрополию из одной епархии. И вот этой суммы, которая была получена как пожертвование за закон Божий, хватило ровно на возвращение Полоцкого монастыря. Сама отвод от Патриаршего престола. Это естественный шаг был с его стороны. Мирские радости владыки. Любимый у него черный чай. К 85-летию почетного митрополита Беларуси Филарета. Документальный фильм агентствователей новостей «Экзарх» из родово-хромеевых. Смотрите прямо сейчас. Тихий, камерный. Именно здесь, чаще всего на службах, можно встретить владыку. Молюсь о том, чтобы Пресвятая Владычица наша Богородица хранила белорусскую землю под своим державным маммофором. Сегодня рядом с архипастырем несколько помощников. В быту помогают две монахини. Это люди, которые знают владыку лучше других. Его распорядок дня, характер и даже то, какую книгу он сегодня читает. Ну, читать он любит. Конечно, это все знают. У него большая библиотека. Но сейчас уже немножко меньше читает, конечно, чем раньше. Владыка очень большой молитвенник. Он за нас молится. Готовят еду и накрывают на стол тоже они. Завтрак, обед и ужин в трапезной. Место почетного митрополита во главе стола, напротив иконы. Рядом фотографии его родителей и дорогие сердцу вещи. Он очень скромен в пище. Завтрак в 9 утра начинается в основном. Овсянка, да. И гречневая каша идет на, ну, на второе, на обед, на гарнир тоже любимое. Так, супы, борщи, все такое простое. Каждая ложка у него идет с молитвой и взгляд на икону. Рядом с ладыкой и его крестник. Сегодня помощник, а некогда и подьякона. Человек, который помогает иерарху на богослужениях. Поэтому желание митрополита Филарета может угадать по взгляду. Чтобы ты не делал, чтобы он тебе не поручал, чтобы необходимо было делать, и он всегда с особой любовью относился, наверное, без какого-то выделения. Будь то я крестник, был бы я, как и все остальные, вот такого особого выделения никогда не было. Команда и подьяконов 5 человек. Они готовят все необходимое для проведения богослужения. Как правило, приезжают за час до начала службы. К прибытию иерарха все должно быть на местах. Утварь, тексты, облачения. Ну вот я до сих пор помню размер митры головного убора. 59,5 сантиметров. Чай – любимый напиток экзарха. Пьет черный, крепкий, горячий, без сахара. Есть любимые чашки, которые мы подаем всегда, ему стараемся. Он уже к ним привык. Вот у него тоже одна из любимых чашек. Это белое блюдце, белая чашка, как бы митрополичья. Любимое место отдыха владыки – каминный зал. Здесь он чаще всего принимает гостей. Садится напротив, чтобы видеть глаза собеседника. Это была обязанность номер один для меня, чтобы владыка никого не отпускал, чтобы не напоить или чаем, или квасом. А еще Филарет очень любит цветы, особенно белые розы. Это, кажется, знают все. Их владыки дарят всегда и везде. И когда у него большой юбилей, то мне иногда кажется, что весь Минск уже остался без белых роз, потому что все сюда. Территория почетного митрополита – ботанический сад в миниатюре. Среди фаворитов – орхидеи разных цветов и размеров. Одно из любимых мест владыки – сад. В свое время митрополит Филарет принимал здесь различные делегации. Да и сегодня почетный экзарх любит отдохнуть в саду с книгой либо посидеть за чашечкой чая. А чтобы погодные условия не препятствовали отдыху, пару лет назад в саду установили беседку. Площадка под открытым небом в центре города как ностальгия по родительскому дому. Тот самый знаменитый дом на Клязьбе, где гостили патриархи, архиереи и многие публичные люди. Бывшая станция Клязьба сегодня подмосковный Пушкино. Владыка мне заповедовал сохранять этот дом. И, ну, так сказать, благословил. И я пытаюсь это сделать. Сад утопал в тюльпанах и пионах. Отец владыки увлекался цветоводством. Стремился вывести новые сорта. Из косточки выращивал деревья. Они и сегодня растут. Вот от кого любовь митрополита к цветам. Этот дом в 68-м владыка Филарет купил для своих родителей. И при любой возможности старался приехать сюда хотя бы на несколько дней. Изначально он был покрашен в зеленый цвет, но митрополит решил перекрасить его в желтый. С тех пор, вот уже на протяжении многих десятилетий, родительский дом ныне почетного экзарха Беларуси красят только желтой краской. Здесь все осталось как прежде. Планировка, предметы интерьера, мебель, стол, за которым всей семьей пили чай, библиотека с собраниями сочинений Лескова и Островского. А где еще увидишь семинарские фотографии будущего экзарха? Здесь студент Кирилл Вахрамеев, а здесь уже и Радьякон Филарет, выпускник Духовной академии. Второй этаж владения экзарха. Комната отдыха, семейный храм, где и сегодня молятся Вахрамеевы. И, конечно, рабочий кабинет владыки. Ведь даже в родительском доме он много работал. Владыка рос в атмосфере очень поцерковленной, духовной. К ним приходили старцы духовные, такие как Аристоклий, Исаия. Они сейчас прославлены церковью Ижева Святых. И вот представьте, какой уровень общения. Это же накладывает определенные отпечатки на всю духовность человека в дальнейшем. Предки митрополита Филарета – ярославские купцы, которые занимались реставрацией церквей. Это своеобразная особенность того времени. Множество никому не нужных храмов, за восстановление которых берутся состоятельные семьи. В XIX веке этим занимался дедушка экзарха. Он системно начал реставрировать храмы, там, где он видел, что есть в этом потребность. Это мы, когда сейчас говорим про реставрацию, мы начинаем говорить про то, чтобы очистить до первого слоя, восстановить первозданный облик. Они в конце XIX века реставрацию воспринимали немножечко по-другому. Для них сохранить максимально то, что есть. Так, благодаря дедушке Владыке Филарета в Ярославле до настоящего времени сохранились десятки храмов. За это семья в Охромеевых получает дворянство. Отец будущего экзарха женится на Александре Смирновой. Они уже москвичи. У них родились трое детей – старшая дочь Ольга и два сына – Александр, который скончался в трехлетнем возрасте, и Кирилл. Храм Георгия Низского или Некисарийского на Большой Полянке в центре Москвы. Именно здесь был крещен будущий патриарший экзарх Белоруссии. Небольшой деревянный дом в Охромеевых находился в переулке через дорогу от церкви. Дворянское гнездо в Охромеевых не сохранилось. Дом поглотила активная московская застройка. В этом районе прошли детские годы экзарха. Здесь ему два, а на этой фотографии подросший пятилетник Кирилл. С детства мама обучала его музыке. Он играл на виолончели. Сестра митрополита продолжила династию музыкантов. Она окончила музучилище и долгое время преподавала сальфеджио. Казалось бы, решена и судьба младшего брата Кирилла. Он прекрасно учился. Ему были открыты дороги в любой институт. Но его крестная мать Мария Смирнова, она ему дала псалтирь. Говорит, читай. И будешь поступать в семинарию. Слово «крестный» значило много. А тут еще муж старшей сестры, священник. Именно он, отец Василий Изюмский, давал первые пастырские уроки будущему экзарху. Окончив школу, Кирилл Вахромеев поступает в московскую семинарию. Целый год мы с Владыкой будущим учились на четвертом курсе академии. Но, конечно, я его и до этого знал. А учились мы в 1960-61 учебном году. Это очень было давно. И вот с тех пор ни разу не ссорились, всегда жили в дружбе. И поэтому так всю жизнь прошли. После семинарии он продолжает духовное образование в академии. Получает степень кандидата богословия. Владыка Филарет, он очень быстро попал в окружение митрополита Никодима Ротова. И это стало, конечно, невероятным фактором, которое повлияло на его становление, в том числе и на то, как он впоследствии будет вести дела, принимать решения. Наш учитель весь был погружен в жизнь церкви и труды для церкви. И он и пример давал, и требовал от нас этого. У нас одна была цель – служение церкви. На втором курсе академии Кирилл Вахромеев принимает монашеский постриг с именем Филарет. Он полностью посвящает себя Богу. Дедушка относился всегда очень корректно, спокойно. А вот бабушка, она всплакнула. Потому что я думал, что понянчим внуков от него. Но что делать? Решение было принято и со стороны отца Василия, и со стороны ее крестной матери. Вот такая судьба. Интересно, что все трое сыновей, сестры митрополита, носят фамилию не отца, а дяди. Они – Вахромеевы. Так решили на семейном совете. И почти никто и никогда не называл экзарха дядей. Дяди нет. Как-то не получалось. Дядя Кира, он, конечно, дядя, и мы с ним на «ты». Но все время ощущение высоты его духовного уровня, оно не позволяло нам запонебратствовать. Это владыка. Да, хочется у него взять благословение и хочется с ним поговорить. Но не было барьера. Вот этого барьера, порога такого сложного, когда ты испытываешь трепет перед личностью, высокой личностью, этого не было. Кстати, все трое племянников связаны с духовным служением. Отец Георгий изначально выбрал путь музыканта. Окончил Московскую консерваторию и пять лет прослужил в Большом театре России. А затем, как и родной дядя, стал служить Богу. Храм на Шаболовке в Москве, где не раз бывал владыка Филарет. Дело в том, что приход очень тесно связан с родом Вахрамеевых. Настоятелем церкви является племянник почетного митрополита. Здесь же служит внук его сестры. И большинство икон в храме написаны иконописцами из семьи Вахрамеевых, племянником и внучатым племянником почетного экзарха Беларуси, митрополита Филарета. На видном месте здесь икона Филарета Милостивого, святого, имя которого их дядя получил в монашестве. Образу они молятся за здоровье близкого человека, как когда-то их бабушка молилась перед семейной иконой, прося для сына сил и терпения в деле возрождения православия. Мы наблюдали его постепенный и довольно быстрый рост. В данном случае как-то не хочется говорить о карьере. Но вот этот рост духовный и, так сказать, должностной был просто поразительным. Он привлекал меня к богослужению. Я участвовал как еще совсем маленький алтарник, прислуживал, подавал кодилы, выходил на вход со свечами. И все это я видел, и участие в богослужении, и его такая аккуратная забота, такое внимание к маленькому человеку, оно было таким таинственно теплым. Иродиакон, иеромонахи, гумен, архимандрит, епископ. От начального сана до сана высшего церковного иерарха прошло всего шесть лет. Редчайший экспонат – книга учителя, по которой проводили церемонию посвящения Филарета в епископы. Владыка Филарет своей рукой записывает. «По сему чину читано исповедание архиерейское мной 24-10-1965 года, в день, когда он стал епископом Русской Православной Церкви. И здесь же он помечает, хиротонио совершал митрополит Никодим в Свято-Троицком соборе Александра Невской лавры, современный Санкт-Петербург». Интересно, он на несколько месяцев раньше меня родился, но мы так вот рядом шли и порой перегоняя друг друга. Он чуть-чуть раньше стал архиереем, но через несколько буквально дней участвовал в моей архиерейской хиротонии. Ректор Духовной Академии, глава различных епархий. Только на перечисление всех должностей, званий и санов, ныне почетного митрополита Беларуси понадобится немало времени. Был он и церковным министром иностранных дел, возглавлял отдел внешних церковных сношений. «Судьба еще свела нас в отделе внешних церковных сношений. Когда я почувствовал, что нужно уже искать преемника, я святейшему патриарху Пимену сказал, что вижу только его среди своих преемников, потому что он имел огромный международный опыт и авторитет». В 1978-м, будучи патриаршем экзархом Западной Европы и руководителем отдела внешних церковных сношений, митрополит Филарет возглавляет Минскую кафедру. Это была одна епархия из сотни закрытых храмов. Сразу был понятен масштаб личности владыки. Об этом свидетельствовали его благородство, открытый взгляд, смоль бороды, тембр голоса, неспешность слова, содержательность речи. Он перешел на белорусскую кафедру, которая насчитывала на то время 360 приходов. Нас усих в школе и в университетах, в институтах учили, что религия уже доживая свои опошние годы. И тут раптом з'является молодый митрополит. Когда он говорил, когда он проповедовал, с такой упевненностью, с натхненностью во всем этом отчувалась сила, и я бы сказал бы, навод отчувалась будущая церковь. Сегодня сложно представить, но в 82-м, в разгар богоборческих тисков, когда Беларусь должна была стать первой атеистической республикой в Союзе, Филарету удается получить разрешение властей на строительство пультового здания, епархиального управления. Мы потеряли три поколения. Хотя бы это то, что сейчас есть, и его спасти. Обещали с Владыкой регионы, смотрели, где что можно делать, где можно возрождать церкви, а где просили строить это делать. И Владыка, это был смыслом его жизни в Беларуси, вот, возродить церковную жизнь там, где она уже была нарушена. Служение Филарета в отделе внешних церковных сношений стало своеобразным инструментом для принятия судьбоносных решений в управлении Минской епархии. Здесь не последнюю роль играли европейские и московские связи владыки. Они не просто укрепляли, но и спасали православную церковь Беларуси. За годы служения Беларусь стала для меня родиной. С глубоким уважением отношусь к белорусскому народу. Это народ со сложной историей, народ многострадальный, стойкий, мужественный и при этом душевный. Авторитет митрополита Филарета на международной арене помог сохранить единственный действующий в республике монастырь – Свято-Успенский в Жировичах. Закрытие мужского монастыря означало разлом традиций тысячелетней со времен Киево-Пертипичевской лавры. Тогда в Жировичах, кроме насельников мужского монастыря, ютились и монахини Гродненской и Полоцкой обителей. Сегодня в Беларуси действует 35 монастырей – 11 мужских и 24 женских. А ведь вернуть культовое здание было непросто. Странно, может быть, звучит, но монастыри не просто возвращались. За те развалины, которые получали, просили материального возмещения со стороны церкви. И вот этой суммы, которая была получена как пожертвование за закон Божий, этой суммы хватило ровно на возвращение Полоцкого монастыря. В кабинетах чиновников экзарх появлялся в церковном одеянии. Это было немыслимо в советское время, а что-то из ряда вон выходящее. Предшественник Филарета, митрополит Антоний Мельников, идя к руководителям светских структур, надевал костюм. Владыка сказал, что я монах, у меня кроме рясы ничего нету, у меня пиджака нету. Вот и все. И вынуждены были как бы там с этим смириться. Я его никогда не видел, кстати, в советской одежде. Никогда себе не позволял. Вот даже, я помню, как-то мы, это было очень редко, но два-три раза помню, мы выезжали погулять в лес, в легком подрясничке. Митрополит Филарет возродил древние епископские кафедры. В начале 90-х в Беларуси уже действовали 11 епархий. На начало служения владыке был всего один правящий архиерей. Сегодня порядка 20. Его бытность была только два храма. Вот кафедральный собор Александр Невская церковь. Сейчас у нас в Минске в самом более 45-6 приходов. А если взять по Беларуси, то из тех 370, которые были при владыкином направлении сюда, сейчас более 1600. Первый на территории Беларуси храм, который власти передали верующим церковь Марии Магдалины в Минске. Первый после десятилетий духовного забвения крестный ход. И первый колокольный звон за годы атеизма. Ведь первый раз при митрополите Филарете зазвонили колокола не только Свято-Духово-Кафедрального собора, но и Жировицкого монастыря. И никто не мог сказать, что это сделать нельзя, потому что шла делегация высоких церковных деятелей или лидеров зарубежных стран. И, конечно же, сказать митрополиту, прекрати или не делай этого, никто не осмелился. Предпринимал усилия к тому, чтобы можно было бы наконец зазвонить колоколам в кафедральном соборе, чтобы можно было провести первую службу в бывшем Петропавловском соборе. Это требовало больших трудов, но владыка всегда так очень скромно умалчал об этом. 1989 год. Беспрецедентный случай в Советском Союзе. В Минске власти дают разрешение на строительство двух культовых зданий на востоке и западе города. Два крупных православных центра. Один в честь всех святых, второй в память о жертвах Чернобыля. Он со мной советовался, как с архитектором, даже более того, по его благословению, разрабатывался генеральный план, развитие генерального плана Минска. И вот в Минспроект он включил и меня в эту группу проектировщиков. И владыка предложил мне возглавить подготовку, а затем строительство одного из храмов. И подумав, сказал, возьмись за всех святых. Волевое решение митрополита Филарета – рукополагать в священнике людей без специального образования. Таким образом разрешилась проблема дефицита кадров. Надо было кого-то посылать на приходы и возрождать в церкви, и потом и там и служить, и работать, и проповедовать, учить и так далее. В семинарии Академии нет, это его слова или его анализ такой глубокий. И стал вопрос, что делать? Возжигать свящи, как он говорил, в новых храмах или в пустых храмах, где священников не было? Или ждать, пока пять лет закончат они учебу и потом и так далее? Все-таки было принято решение, что люди без специального образования духовного, все-таки рукополагать. Идея возрождения высшей духовной школы Беларуси не покидала экзарха с момента его прихода на Минскую кафедру. В 89-м первых студентов принимает Минская духовная семинария. Не выпадково, что в этот период, когда только-только началось адраджение церковного життя, семинария в Ужаровичах была первой во всем Советском Союзе обновленной семинарией. Здесь не было духовных школ, и вот Владыка решил возродить, во-первых, эти епархии, затем духовную школу, это номер один, была задача номер один, затем монастыри, приходы открывались. Филарит сам начинает преподавать. Этот Новый Завет знают все студенты, окончившие семинарию. Именно с этим изданием митрополит приезжал в Жировичи на лекции. Готовился к каждой лекции. Он писал введение в предмет, разобирал каждый вопрос, который он будет озвучивать на лекции. То есть для него преподавание студентам это не было неким таким, ну я вот приду, выговорюсь, вот что мне сегодня кажется. Он детально готовился и к каждой лекции, и к каждой проповеди. 90-е – это время возрождения духовной жизни Беларуси. Власти начинают возвращать религиозные здания, создаются приходы и возводятся новые церкви. Очень частые выезды в очень отдаленные уголки Минской епархии, вообще Беларуси. Вот за то время, когда я был старшим и подьяконом, я фактически объездил с владыкой Филаретом всю Беларусь, все областные центры и плюс те удаленные уголки, где долгое время, например, устроился храм, он был готов, завершен, и мы ехали туда его освящать. Митрополит Филарет допомогал открывать храмы наводкатоликам и за их просил перед уладами. Впервые в истории начинается сотрудничество Православной Церкви и Государства. Встречи президента Беларуси и митрополита становятся привычными. За столом переговоров, на закладке освящений храмов, на праздничных богослужениях. Прежде всего, конечно, обращала на себя внимание то, с каким благоговением, переживанием, вдохновением владыка совершал богослужение. И всех это призывало к такой сосредоточенности, большому вниманию. И люди специально искали возможность, когда прийти на службу, когда будет владыка-митрополит служить. За возрождение и укрепление духовной жизни Беларуси митрополит Филарет удостоен звания Героя Беларуси, единственный из всех церковных иерархов. Он вошел в историю и тем, что, будучи одним из трех претендентов на патриарший престол, взял самоотвод. Владыка очень внутренне продумал это и понял, что, видимо, Богу угодно другая кандидатура. И очень открыто, смиренно это признал. И это не было какой-то неожиданностью. У нас очень между собой были и до этого, и до сих пор братские отношения между собой. Поэтому это естественный шаг был с его стороны. В XIII-м Священный Синод удовлетворил прошение митрополита Филарета и отправил его на покой, назначив при этом почетным патриаршем экзархом сия Беларуси. Но иерарх на пенсию не ушел. Он остается постоянным членом Священного Синода и совершает богослужения, пусть не так часто, как раньше. Он еще раз inhale к Пенсии, в том что он довольно сложно. Продолжение следует...